Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня вторник, 15 марта, второй день Великого Поста. Хочется напомнить, что за богослужением Евангелие не читается, а значит, нам предоставляется свобода в чтении священной евангельской истории. Сегодня нам бы хотелось обратить особое внимание на пролог другого евангелиста, Иоанна Богослова. Давайте прочитаем текст пролога Евангелия от Иоанна в русском синодальном переводе, глава первая, стихи с первого по восемнадцатый. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. «Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня». И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. «Бога не видел никто никогда, Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна открывается величественным поэтическим прологом. Для него характерен так называемый «лестничный параллелизм», где слово, играющее важную роль в одной строке, подхватывается в следующей. В прологе четко выделяют три строфы. В первой строфе, стихи с 1 по 5, речь идет о слове, которое было вначале у Бога и само было Богом, и через которое был сотворен мир. Оно было жизнью и светом для людей, и тьма не могла погасить этот свет. Во второй строфе, стихи с 6 по 13, говорится об Иоанне, который был послан от Бога, чтобы восвестить о слове, как об истинном свете. Но когда слово явилось к своим, свои его не приняли. Хотя нашлись, впрочем, и те, которые приняли слово, и им была дана словом власть стать чадами Божьими. В третьей, заключительной строфе, стихи с 14 по 18, повествуется о слове, которое стало плотью, то есть Иисусом Христом, и обитало с людьми, которые видели Его величие, как единородного от Отца, полного благодати и истины, так что и верующие в Него получили от Него в изобилии благодать. В начале было слово. В начале. Каждый читатель Библии, при виде этих слов, возвращается к ее началу, книге Бытия, которой открывается Ветхий Завет. Эти слова звучат так. В начале сотворил Бог небо и землю. Иоанн Богослов желает, чтобы мы читали его книгу, как часть истории о Боге и о мире, а не как рассказ об одном отдельно взятом персонаже в какой-то изолированный момент времени. Это книга о Боге-творце, делающем нечто новое для своего возлюбленного творения. Книга о том, как длинная история, начавшаяся в книге Бытия, достигла заранее запланированной ее автором кульминации. В книге Бытия, в ее первой главе, кульминацией стало сотворение человека по образу Божьему. В прочитанном отрывке Евангелия от Иоанна кульминацией становится явление некоего человека. «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». В прошлой передаче мы с вами уже говорили о понятии «слово», которое употребляет в своем прологе евангелист Лука. Это слово Бога, его весть людям, принесенная Сыном Божьим Иисусом Христом. Но не такой смысл вкладывает в это понятие евангелист Иоанн. Так для него слово и есть Сын Божий. Само слово по-гречески звучит как «логос». Стоит отметить, что в греческом оригинале это предложение короче и ярче, но, к сожалению, не всегда понятно большинству современных читателей. Когда мы первый раз слышим или читаем Евангелие от Иоанна, то у нас складывается следующее впечатление. Вначале было слово. То есть мы представляем пустоту, и в этой пустоте появляется некое слово. Затем мы узнаем, что слово было у Бога. То есть в пустоте присутствовали только Бог и некое слово. Дочитывая предложение до конца, мы понимаем, что слово было Бог и состояло из трех букв. Но это в корне ошибочное мнение. Дело в том, что в греческом тексте перед понятием «логос» стоит определенный артикль, который указывает, что это не просто какое-то слово, а конкретная личность, то есть Сын Божий. Следовательно, правильнее было бы прочитать таким образом. В начале был тот, кто называется Словом. Он был с Богом, и он был Бог. В то время как русское понятие «слово» связано по смыслу со слышанием, «логос» изначально связан по смыслу с понятием «собирание». От слова «логос», кстати, происходит «лего», известное всем, у кого есть маленькие дети, любящие собирать что-либо из мелких деталей одноименного конструктора. Поэтому понятие «логос» становится одним из важнейших в различных течениях античной философии и религиозной мысли. Наверное, поэтому евангелист Иоанн использует понятие «логос» как титул Сына Божьего. И далее, как мы уже отмечали, это «слово» с большой буквы стало плотью, обитало среди людей, наделяя нас благодатью Божьей. Таким удивительным и поэтическим прологом, дорогие братья и сестры, начинает свое Евангелие апостол Иоанн Богослов, раскрывая тайну рождения в мир Спасителя. А о том, кто являлся праотцами Иисуса Христа на земле и через кого Он воспринял плоть Свою, мы поговорим в следующей передаче. Настало время ответить на один из вопросов, которые оставляете вы, дорогие братья и сестры, на официальной странице телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте. С какой целью нам приводится родословная Христа? Дорогая Евгения, в традиции иудеев, как богоизбранного народа, родословию придавалось большое значение. Это служило важным напоминанием о происхождении каждого сына израильского народа. Нужно сразу отметить, что родословную Иисуса Христа приводят только два евангелиста – Матфей и Лука. В отличие от Матфея, который оканчивает описание родословия на Аврааме, Лука прослеживает его до Адама и Бога. Матфей, который по преданию писал свое Евангелие для евреев, указывает на Иисуса Христа как на достояние иудеев. Лука же открывает Господа, принадлежащего всему человечеству. Возвращаясь к самой сути вопроса, стоит отметить, что нередко мы сталкиваемся с оспариванием историчности Иисуса Христа. Возможно, подобное уже происходило и во времена апостолов. И для того, чтобы доказать, что Иисус существовал и был человеком, евангелисты и описывают Его родословную, подтверждая действительность излагаемых в дальнейшем событий жизни, проповеди нашего Спасителя, а также Его крестной смерти и воскресения. Дорогие братья и сестры, если и у вас появились вопросы по четвероевангелию, вы можете задать их в обсуждении на официальной странице телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте. Мы постараемся ответить на эти вопросы в нашей передаче. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Продолжение следует...